Ну и важно, дорогие поляцы, легальная влада, легитимная влада всегда лучше, чем дикые животные, которыми рождает право тлума и самодецизии каких-то своих забаганных вычислить или не вычислить. Важно, шкода, потому что право на легализацию Украины был единственный скрабок земли в 2018 году около Чеха и Венгрии. Там, где, несмотря на то, что вместе с Поляками, Чеши и Венгрии просто затлумили и расстреляли этот небольшой, вроде бы, рожден украинский. Знано, что он там долго не поднимал бы, но это был один скрабок не поднялся цивилизационной, украинской, украинской, в тамных территориях. Потом в этих территориях был большой тлум войск радецких. И важно, как со стороны к этих людей, к этой группе людей, которые бронят христианство, стосунки, как до животных, то, когда до этих животных берутся броня, вот эти животные, вот эти животные, вот они показывают свою свою животные, какую-то, пани Семашка, которая выдает себя... ...миндарный способ избавления жизни. ...либо есть такой великим, историческим исследователем, но она сломает в калканасших исчезлах. А когда человек сломает в каких-то исчезлах, то можно подумать о его богуле, правдивостном и вероятном. Вообще первое, это снимание цыган, каких-то 20 лет, которое она выставит, что это, вроде бы, польские дети, забиты, замордованы, закатаны и друтом кольчастым привязаны до джева. То, по-перше, это кламство, первое кламство. Выкулованы очи, обчинаны уши, обчинаны уши, языки. Дети разбивали о стены, о джи. Надевали дети на плот. И второе кламство, то, что украинцы, не заходные бандеровцы, украинцы. А влачные бандеры из Киева, не из Бандерштата, а из Киева, зналили у этой Семашко какие-то неправдивости в биографии. С родицами, что из этой пани, которая, она говорит, что так закатана была, а они, кажется, живы и где-то там мешкают. То, по-друге, это кламство. И как-то, по-друге, то, что я знаю, то, что я слышал о том кламстве, этой пани Семашко, то просто работает на руках кривовой коммуны, которая сейчас использует эти гасла волынские. Как в Украине, в Польше тоже, на певно, но в Польше они так барвно не работают, как здесь. Так, они используют эти гасла против опозиции. Опозиция сейчас это народ украинский, который представит какие-то против русификации, против бандерским, гражданом Януковича и его банды. Какой-то не ответ, а отбор, какие-то противодействия. А та пани Семашко ржуца в бруд некоторые вещи, которые она не может ржуцать, потому что не лучше занимаются тем, на правде вероятные, чистые люди. В Польше, Поляцы. Слаттеры, мёрдерцы, мёрдерцы, звёжины, забудьцы из ОУН УПА, которые мордовали невинных поляков. Это только такие твердения, которые можно услышать из уст или Семашко, или коммунистов. Потому что даже коммунисты в Украине не запрещают, что было приятнее четыре УПА. Чи УПА, которые рятували навыть родецких жёлтежей с регулярной армии, с войска родецкого. Чи, кто же працували с подземной армией войска польского, с АК, с повоенной роки. И чи, кто же подрывали щебе гранатами, кеды НКВД входит в их краювки, в лесе, они сами себе подрывали, потому что они не хотели все сдачь себе в руку НКВД и в руку коммунистов. Потому что они уже видели, что коммунисты сделали в 1940 году с Поляками, что они сделали в 1939 году с Украинцами в Львове, в инжене на Лонске. Ну и власть, я вам только едное прагнение, желание, замышлять чем, чи бенди подрывать щебе, своих копет, может, дети там было в краювках, человек, вальчонцы, за своим неподлеглош, чи он бенди подрывать себе гранатами в природе, который есть забуйца свежиный мордерца, детей, на przykład от Режи Волинской, который вычинал детей, кодет, бременных, и эксетра, невинных, по-просто, вагулі невинных людей, которые ничего плохого этим украинцам не сделали. Чи бенди такий человек подрывал себе гранатами, а не спепшил при первой окази через немцы, где-то до Влохов, альбо до Румунии, альбо до Аргентины. Спорт трвал, трвал и будет трвал. И это очень полезно, в каких-либо это не было. В часе опозиции, позиции, рожда, было чего. Все это полезно, потому что это очищает нацию. И не в барах, в Львове. Украинцы, некоторые, не поможем, что это был какой-то этнический конфликт, с тем, за что и по что, и для кого именно эти клинеры этнических территорий своих, вычищали такие территории, не для НКВД и для сталинских пребывцев, которые потом приезжали там свою людность в глуби России, то до этого они вычищали территорию, что боли себя обычных Поляков, что их польская нация, польская культура лучше от украинской. может это и так, может это они болели , но вместо того, чтобы болеть нужно лучше создать эту конкуренцию в праве христианства, защищения, христианского и права библийного. Ласшин, некоторые обычные умы и понимания могут спросить, а кто то, кто то, за кого, он, из какой страны он что-то представит, такие промышления, альбо он из украинской страны говорит, альбо из польской. Тогда мы начнем слушать его из какой позиции, потому так очень легко по какой стране и кого из какой страны лучше и Латвии так брутом обрюцать. Но есть еще иные причины для таких премований. Сенс тем, что даже помилки войска польского перед начинкой войны, даже большие помилки в выводе польском, в координации войск Рыща Шмигуэго, большие такие помилки могли наступить войск родецких на территориум исконный территориум польский не 17 вжешня, а 27 альбо 77 так поведеть вжешня, то были иные вагули расклады на мапе святовой на мапе войны. Так что влаще и помилки войска польскего подземного помилки жовнежил АК тоже были, потому что были спалены и вычинаны вехи. Знаете, что это была война подземная АКОВСКА, но помилки не были, я так уважаю, от сердца, а были фатальными феральными феральными остырок вывида АКОВСКИЕГО, против которого стала большая вывядочная машина, как родственная, так и немецкая. as у у не а